В этом видео давайте выясним, что представляет собой арка о муравьях-химерах, начавшейся с Дикой Матери и закончившейся сценами погибающего Мироэма и Слепой Девочки. Что за эволюция пронзает все эти серии? Что скрывают за собой основные компоненты, основные персонажи каждого эволюционного этапа? Разберем их смыслы и расширим понимание происшедших событий. Все начинается с вышедшей из моря самки-муравья. Эти два образа, море и мать, тесно сплетены между собой. Если море – это первоматерия, не имеющая формы, то муравей-женщина – это следующий ее этап, где обрелась форма и облик насекомого. Эта плавность переходов будет сопровождать нас и в дальнейшем. В ней мы видим психический архетип Великой Матери сам по себе. Если в людях-женщинах он то преобладает, то угасает, перемешивается с другими – здесь же чисто только он. Она все еще анонимна, как и море. У нее нет особых телесных отличий. Она кровожадна, всегда требует пищи и как можно более ценной, постоянно находится под землей. Можно сказать, что она и есть земляное лоно, откуда и вырастает все последующее. А чтобы это происходило, землю нужно удобрять жертвоприношениями, дабы плодородность была на высоком уровне. Для ранних культур такие ритуалы были обычным делом. Без смерти не может быть и жизни, гласили они. Именно эти действия представляли магическую гарантию удачного урожая. Эта хтоническая, темная, кровавая желание воздать плоды постоянно сопутствует архетипу Великой Матери. Именно в отрицательных тонах мы и воспринимаем первые серии этой арки. Она уничтожает все живое, чтобы создать более усовершенствованное живое. В этот момент она противопоставляется цивилизаций. Ужасная и одновременно великая. Мы можем наблюдать эту дуальность образа у многих богинь. Например, у Хель, Тиамат, Кали. У всех ее детей есть одно качество. Это беспрекословное подчинение, служение. Это их основной движущий инстинкт и способ существования. Возможно, у кого-то он преобладает больше, у кого-то меньше. Но он является основным. Сами они в большинстве своем безвольны, стоят на коленях под мощной властью. Когда таких особей появляется несколько, эти отдельные фрагменты требуются сплотить, чтобы удобрить мать еще лучшими жертвами. То есть несколько особей образуют социальную среду отношений. И именно тогда появляется сознание. Совместное знание, необходимое для регуляции общего труда. Как вы уже поняли, оно выражено в кольте. Это сознание является скачком в их развитии, так как теперь оно может взять разрозненные инстинкты под свой контроль. Назначаю тебя командиром отряда. С его появлением индивид может давать отчет о себе, о своих переживаниях, ощущениях и поступках. Сознание неразрывно связано с языком, и он, естественно, также впервые появляется. Можешь говорить? С помощью него мы можем выразиться в видимый мир нашими мыслями, нашими личными отчетами. Соответственно, чем богаче мысль и опыт, тем больше богатится и язык. Только с появлением сознания мы можем познавать свою многогранность, выявлять особенности в сравнении с другими объектами и субъектами. Теперь у муравьев есть я и жизненный фон, с которым они постоянно соединены. Мыслью, следовательно, существую, говорил Декарт. Скачок, выраженный в кольте, – это стадия большинства людей. Есть инстинкты, есть какая-либо сознательная деятельность, мысль, и все, больше-то ничего и не надо. Я существую, следовательно, я успешно существую. Дальше этого скачка люди обычно не желают двигаться или просто останавливаются на нем, не зная, что есть еще последующие этапы. Все это полностью подчинено анонимной великой матери. Первые инстинкты, второе – мысль. Важно видеть эту связь. Именно на мифе построилось сознание, мысль и наука. Наука не рождается из мифа, но наука не существует без мифа. Наука всегда мифологична. Давайте эту группу назовем числом один, одним целым. Дальше вы поймете, зачем. Когда какое-то время существует мысль и сознание, группы начинают натыкаться на нечто еще более ценное. Можно сказать, что сама мысль и исследование в науке приводят их к этому. Это некая аура другого человека. По сути, душа. Гун, преобразовавшись в мощного мужчину, потратил весь дух и считаете, что умер. При нормальном использовании дух должен преобразовываться в силу в течение жизни, как, например, происходило у Нетеру, который, старея, отдавая большую часть себя тренировкам, становился все сильнее. Так вот, вид муравьев, уловив эту самую силу, начал приниматься за выращивание некоего короля. Здесь нам надо уяснить, что все, что делала королева до этого, это стремилось создать максимально наилучший вид, и чем дальше, тем больше не похожий на нее. То есть саму себя она не ставила в позицию венца эволюции, следовательно, стремилось создать максимально противоположное и отличное от нее существо. А что противоположно первичной темной матери-материи, рождающей все и также все пожирающей, стремящейся к лучшему? Это свет, освещающий тьму. Такое значение дала имени Меруэм королева. Свет и тьма противоположны. Из этой двойственности проистекают множество сюжетов, где одно побеждает другое. Вспомним вышеупомянутую Теамат, которую сразил один из детей, Мордук. Меруэм, как антипод, также уничтожает при рождении мать. Кстати, женщины именно поэтому больше принадлежат вечности и первичности, так как выполняют роль великой матери, содержат в себе этот архетип. Мужчина всегда является производным от него, производным от власти, и постепенно может снижать ее, вплоть до состояния, которое обретал король. Давайте вернемся к тому, почему именно после получения духа от хантеров начал формироваться Меруэм. Именно внутренний дух способен толкнуть человека на какое-либо геройство. Мордук пошел против великой и ужасной матери, а разрубив ее, он перестраивает мир на небо и землю. То есть ему требуется колоссальное количество духа, чтобы пойти против устрашающей силы. И все это ради созидания, творения. Множество сюжетов, сказок, фильмов, легенд, былин, где герой в конце сражается с монстром, драконом, основаны именно на духовном подвиге, на дерзновении маленького против большого. Происходит персональный энергетический прорыв за границей уже изжившего себя мира матери. Причем, как мы видим далее, мать ни в коем случае не разочаровалась в этом, а наоборот, была рада такому исходу. Я желала только этого. Откуда следует, что и в самом бытии заложены описываемые этапы движения. Соответственно, дух, получаемый от хантеров, зарядил задатки Меруэма на подвиг. Уничтожая первичную мать, Меруэм перестраивает порядок. Теперь он окружен тремя преданными стражами и является центром сосредоточения духовных сил, превышая по ним любое живущее существо. Эта группа составляет еще одно целое, появляется в виду многообразия мира, то есть у первой единицы появляется еще одна единица, вмещающая в себя геройство духа, революцию и подвиг. Таким образом, у нас образовалось двоица, две противоположные силы, которые всегда будут находиться в противостоянии. Меруэм, чтобы достичь величия, начинает свой путь с таких же кровожадных поступков, которыми пользовалась его мать. То есть, чтобы полностью преобразовать полученный дух, достичь финального образа соответствующего его имени, нужно пройти путь героя, получить несколько, что называется, инсайтов, выйти на качественно иной уровень бытия. По пути он вскрывает несправедливость мира, выраженную в подчинении недостойным, в которых нет и талики справедливости, нет силы духа. Почему ничтожество называет себя королем? У него формируется негативное впечатление о мире. То есть, он на какое-то время соглашается с изначально вложенной в него направленностью к насильному захвату всего человечества. Так как он является самым сильным на этой планете, никто не может составить ему конкуренцию, он погружается в мини-игры этой Земли, где вероятность противоборства, красок жизни в виде достижения чего-то, напряжение от неудач, свойственных всем людям, намного больше. Многие из нас, те, кто ищет себя и свое место, играем в эти же игры, чтобы чувствовать время, проведенное живым. Люди не останавливаются только на утолении встроенных в нас низкого уровня инстинктов. Они ищут справедливость, добро, зло, красоту, идеалы, смысла и идей, играя роль ученика, художника, инженера, родителя, ребенка и так далее. Например, Сайтама из Ван Панчмана также получал больше удовольствия именно от мини-игр этой большой жизни, потому что в них он мог умереть. Вариант проигрыша, смерти и насыщает игрока азартом, внутренним трепетом, приобщением к чему-то большему. От философа Платона мы узнаем, что славная игра помогает в становлении человеку, откуда следует, что в игровом процессе мы можем приближаться к настоящему себе, к гармонизации личностей. Меруэм в этих играх натыкается на Камуги, на ту, кто образует, но не заканчивает, третью уравновешивающую группу. У Камуги отсутствует способность видеть, да и хронический насморк не отстает. То есть автор дает нам понять, что телесно Камуги далеко не здорова. В обычном социуме она инвалид. Но есть область, где ее способности превышают любого. Это игра Гунги. Ее слепота является пунктом, который повышает ее силы на этом логическом поле. Так как она может сконцентрироваться на размышлениях о ходе намного яснее, потому что нет визуального, внешнего контакта. Есть только внутреннее соединение мышления, чувств с самой логической частью игры. Из-за этого плотного соприкосновения вероятность открытия новой комбинации, оказавшись в тупике, намного возрастает. Смысл Камуги в том, что людской, внешний, явно различимый недостаток может быстро превратиться в основное достоинство с помощью внутренних невидимых сил. Выше я сказал, что Камуги – это первый элемент третьей группы, повлиявший на Меруэма. Второй элемент третьей группы – это Нетеру. Смысл его борьбы также состоял в том, чтобы показать Меруэму возможности силы духа. Несмотря на свой преклонный возраст, на то, что он, как и все люди, имеет главный, явный недостаток человеческой жизни – смерть, он превращает его в силу, в торжество внутреннего над внешним, которое и побеждает силу насилия Меруэма, трансформирует его. Способность людей развиваться бесконечно. Столкнувшись с этими двумя, он познает потенциальные, еще скрытые и спящие силы во многих людях. Познает многообразие этих сил. Недавно я убил ребенка. А что, если он имел потенциал, чтобы одолеть меня в чем-то? Меруэм – это главный герой этой арки. Он полностью проходит свое преображение от материнского темного пожирания всего до чистых и вечных, но изначально скрытых сил. Камуги – это второй образ Великой Матери, но более высшего выражения. Невинная, смертная, наивная, любящая, прощающая и видящая только добро. Своего рода Дева Мария для Меруэма. Да и у нас создается некое смысловое подобие христианской троицы, где третья группа разрешает противоположности первых двух, таким образом приводя мир к балансу. Меруэм, проходя этот геройский путь, постепенно сбрасывал с себя хтонически темные начала – порока владения насилия. Эти начала жили и в его трех королевских стражах, и в нем самом. Сомнения стражей приводили и к сомнениям короля, так и обратно. Погибая, они забирали с собой качества, от которых отказался их владыка. В конце Меруэм также умирает, уходит с Камуги, потому что он уже не король мира, не превосходящая всех сила насилия. Он стал именно светом, который рассеял тьму и ушел в покое чистой духовной материи, как человек, но не обычный, а как тот, кто преодолел самого себя, кто прошел через великую войну с незнавшим своего имени муравьем. И в итоге стал героем своего вида. Нынешний я уже далеко не был. Может, я так себя чувствую только потому, что все встало на свои места. Инстинкты, мысль, герои, революция, любовь, свет и смысл. Эти три важнейших этапа, эти три группы, творят мир и творят человека. Прохождение через них – дело зачастую рискованное, сопряженное с высокой наполненностью, со своим волевым выбором, но исключительно дело, приближающее нас к свету. Пример Меруэма – это, конечно, вне человеческий пример трансформации. Этот пример идеален, чем и более ценен. Человек должен получить сверхпример, чтобы начать активно действовать. Ведь когда срок не определен, многие начинают откладывать дело как можно дальше, тем самым никогда не ступив и шага. Больше отражают проблемы людей в Элфин, который желает власти, но заврался настолько, что слова правды освобождают его, погружают его в экстаз. Коала, которого заживо съедает совесть за свои грехи, и другие муравьи, ищущие себя, сомневающиеся в опасных обстоятельствах, влачащие даже грехи своих прошлых воплощений. Пример Меруэма определяет в этих сомневающихся стремления и цели, чтобы чистый свет вдруг начал просыпаться в них. Меруэм. 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 Субтитры создавал DimaTorzok